Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня будем готовить с вами перец маринованный по старинному рецепту. Его готовила моя бабушка, моя мама, но мама немного упростила вариант. Она всю жизнь проработала поваром и упростила способ приготовления. Сейчас я вам все подробненько расскажу и покажу как я буду готовить этот перчик. Выбираем перец, желательно мясистый, но если попался не мясистый, он тоже подойдет. Чистим плодоножку, моем его под проточной водой и опускаем в кастрюлю с кипящей водой. Проварим 2-3 минуты, чтобы перец стал более эластичный, мягкий, податливый. Воду ничего не добавляем, ни соль, ничего. Добавлять будем все в баночки. Берем чистые баночки, вымытые средством для мытья посуды. И хорошо ополоснула. И немного залила кипятком. 2 лавровых листика, 5-7 зернышек душистого перца, 2 столовые ложки 9% уксуса. К сожалению, я одной рукой не смогу налить, поэтому просто вам показываю. И теперь мне нужно добавить 2 столовые ложки растительного масла. Масло у меня самое обыкновенное, олейно, не жареное. Теперь я добавляю 2 столовые ложки с горкой сахара. А соли нужно добавить пол столовой ложечки. Соль у меня обыкновенная каменная. Вот пол столовой ложки, вот столько. И так все это помещаем в каждую баночку. И выкладываем сюда перчик. Перчик накладываем, не режу я его целиком. Вот так. Кверху. Разрезаем кверху. Друг возле друга, плотно укладываем. Перчик укладываем плотно в баночку. И будем заливать маринадом тем, которым варился наш перец. Выливать эту юшечку не будем ни в коем случае. Она пропиталась, уже очень много в ней витаминов. Покажу вам, как я достаю перчик из горячего маринада. Я варю. Смотрите. Взяла вилочкой, проколола. Раз. Ничего, что он проколется там насквозь или порвется. Ну, желательно целенький. Переваривать не нужно, потому что будет сильно мягкий. И нечего будет в нем кушать. А так он пропитается этим маринадом. И поверьте, будет бесподобное блюдо. Открыли баночку и с пюрешкой, и с вермишелькой, и с картошечкой жареной. Кто что любит. Даже можно поставить этот перец не на постоянно обеденный стол, а на, когда гости придут. Удивите их 100%. Попробуйте. Я, не хвастаясь, я в прошлом году делала видео, как я мариновала перец. Каждый год я делаю такой перчик. И в этом году решила повторить. Немного короче видео. Ну, повторить надо, потому что некоторые люди видели, некоторые не видели. А старое видео ушло на задний план. И оно уже, как бы, не появляется в новых видео. И так я решила повторить еще раз свое видео по приготовлению маринованного перца. Перчик смоем в проточной воде. Практически чистый, но все равно в пыль попала там гусеничка какая-то или что-то. И бросаем в пастрюльку. Вот так. Итак, дорогие друзья, у меня получилось 7 баночек. Еще 2 будет довариваться. Так как я купила много, очень много перца, целый мешок. И пришлось одним маринованным перцем не отделаться. Будет также перец жареный, затем замороженный. Вот я беру целиком, ставлю в духовочку. Я не жарю на сковородке, а в духовке. Вот так просто на противень влажный перец выкладываю. Он у меня обжарится с одной стороны, затем переворачиваю. И до румяной корочки. Затем складываю его в тарелочку. Можно было бы еще в кулек целлофановый, для того, чтобы отделилась вот эта шкурочка. Я еще снимаю шкурочку. Если перец мясистый, то он замечательно снимает со шкурочкой. Если тоненький, ну так и быть, останется со шкурочкой зимой-симой. После того, как я снимаю шкурочку, перец уже до этого момента остывает. Я без шкурочки помещаю в целлофановый кулек, плотно завязываю и замораживаю в мартильной камере. У меня сухая заморозка. Очень замечательно. Затем зимой достаете этот пакетик, в микроволновку положили, приправку сделали. Ну, то есть, как я делаю приправку с чесночной. Я беру 3-4 зубчика чеснока, выдавливаю на чеснока до вилку, беру соли, ложечку чайную, и вилочкой чеснок с солью раздавливаю. Затем добавляю ложечку масла постного, уксуса и все поливаю сверху перчиком. Он напитается, аромат, сказка. Пробуйте. Это второе блюдо из перца. А третье блюдо, я просто, вот этот перец, который не кондиция, ну, обязательно попадется в мешке, где-то порченный, вот видите, срезать. Где-то вот такой черненький, еще какой-то, вот видите, не кондиция называю. Я его порежу меленько на кусочки, и зимой спокойно можно в блюдо и в борщик положить, и в жаркое, ну, овощной рагу, можно икру сделать, ну, ничего не пропадает. Пробуйте, девочки и мальчики, у вас все получится. Так, продолжаем маринад перца. После того, как весь перец вы отварили, положили в баночки, нужно обязательно помыть, постерилизовать крышечки. Крышечки как стерилизуем? Берем по проточной водой, моем, ставим в кастрюльку с водой, или маленький казанчик, у кого что есть, и кипятим минут 5-10. И затем крышка уже будет стерилизована. У кого есть свои рецепты маринования перца и заморозки на зиму, пожалуйста, делитесь. Мне очень интересно, посмотреть, какие вы делаете для себя заготовки. Я рассказываю про свои рецепты, которые мне очень-очень-очень нравятся. Надеюсь, вам всем понравятся. Этот перец, который вы только что отварили, конечно, можно еще снять с него шкурочку. Он будет вообще изумительно вкусный. Видите, если плотный перец, шкурочка отходит легко, а если тонкошкурый, она очень тяжело отходит, поэтому и рвется. И поэтому я не снимаю шкурку, я сниму ее затем, когда буду выкладывать на стол. Можно еще порезать перец на 4 части, чтобы вы доставались в баночки не целый кусочек, допустим, а четвертинку или половинку. Кому как угодно. Мне так, я приспособилась к таким условиям, мне очень это подходит. А вы пробуйте, экспериментируйте. Пока крышечки мои закипают, я добавлю в каждую баночку сироп, который варился перчик. Добавлю по горлышку. Видите, и масло растительное, и все пропитывается. Вот до такого уровня. Как раз мне должно хватить в каждую баночку этого сиропчика. Насыщенное. Много не идет, так как перец уплотнившийся. Сейчас оно пропитается до дна. Я еще немного добавлю. Вы спросите, что это у меня за таблетка? Это я делаю эксперимент. Я купила вот такой вот заменитель сахара. Таблетки пиццложивающие. Сахарин называется. Не знаю, хорошая, нехорошая. Ну, попробую. Я сделала все по рецепту, но еще добавила по одной вот так таблеточке. Она идет, я прочитала, там две таблеточки такие идут. Это одна чайная ложка. Лишний сахар не помешает. Не знаю, вредно, не вредно. Вот три баночки, две баночки вот эти. Я попробую, подпишу их и расскажу в следующем видео или в комментариях, какой был результат, насколько сладче или нет, и какой вкус. А остальные баночки я делаю четко по рецепту. Добавляем и сразу накрываем крышечкой. Не ставим, перевыкровав. Крышечку мы уже закрепили. Задавляем. Накрываем после того, как залили маринадом, сразу нужно накрыть крышечкой для того, чтобы не испарился пары уксуса. Ну, чтобы осталось все, как надо. А чтобы не забыть, в какую баночку положила эту таблетку, я вот маркером написала на баночке сахарин, одна таблетка и здесь сахарин, одна таблетка. А остальные стандартный рецепт. Эксперимент надо попробовать. Этот сахарин вообще продавался в отделе для диабетиков. заменитель сахара под солоду, в очевидении, на основе цикломату. Она никогда не покупала, но решила попробовать еще 200 таблеток. Видите, одна чайная ложка, одна таблетка. Ну, я считаю, что это мало одна чайная ложка. Я делаю себе кофе и пробовала одну таблетку, ну, то есть, как написано, одна чайная ложка, это одна таблетка. И это очень мало. Я ложила две-три таблетки. Может быть, это я такая сладкоежка, не знаю, как у других, пишите, как ним пользоваться. может, его нельзя в горячую воду, понятия не имею. Это все эксперименты, все пробую. А далее идет стандартная процедурка. Набираем кастрюлю воды, ставим на дно тряпочку, полотенечко, того, что есть, и погружаем баночки. Баночки погружаем одну возле одной, чтобы не касались друг другу, хотя бы палец проходил. И что в процессе варки они не шевелились в разные стороны и не разбились. У меня в кастрюльку помещается три баночки. Видите, воды маловато, нужно по плечике. Я сейчас добавлю. Далее, как только вода начнет кипеть в самой кастрюле, начнут пузыриться, я прикручиваю огонь, и идет стандартная процедура. Варю 20 минут, 20 минут до готовности. Литровые баночки, и затем закручиваю. Процесс закатки перца я вставлю в прошлогоднее видео, так как уже позднее время, и некому мне снимать, как я буду закручивать эти баночки. Но процесс один и тот же, поверьте. Достать баночку с кастрюльки, закатать закаточным ключом, но ничего, сейчас все увидите. Вот такой замечательный перец у меня получился в этом году. Сверху не растаял еще сахар и соль, это чуть-чуть баночки остынут, и я их помешаю, и все растает, и будет замечательно. Здесь у меня также помидорки маринованные это я делала в прошлый раз, видео я не снимала, если кому надо, напишу рецепт, кому интересно. А в этом году у меня перец какой-то белоснежка получился, без никаких красных добавок, вот один здесь сейчас покажу. Вот, все, ну, такая партия перца и у меня получилось здесь 5 баночек, еще 2 варится и одну я поставила, вот, одна баночка у меня свежий перец получился, я его не проваривала, а свежий. Так как у меня была одна мытая баночка и перца тоже достаточно, я взяла вот такой перец, порезала длинными полосочками и уложила плотненько в баночку. Конечно, не настолько плотно, как проваренный перец, но все равно будет очень вкусно. Сейчас я буду готовить заготовки из жареного перца и морозить в морозилочке. Замораживать в морозильной камере. Всем приятного аппетита, пробуйте, всем удачи, всем пока!